В ЮАР стартовал саммит БРИКС, так называется объединение географически далеких и мало связанных между собой инфраструктурных стран. Инфраструктурно связанных в смысле. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай и еще Южная Африка. Встреча в таком формате проходит 15 раз и, как сообщается на повестке дня, вопрос создания единой валюты. Однако экономисты еще накануне саммита высказались критически о таких перспективах. Помимо расчетной единицы, на встрече также обсудят торговое сотрудничество с государствами так называемого глобального юга. Еще одна интересная деталь. Клубу БРИКС начинает постепенно тяготеть Саудовская Аравия. Ранее заявлялось, что в южноафриканском Йоханнесбурге рассмотрят перспективы расширения этого экономического клуба. Этот саммит проходит в очень критический момент времени, когда мы сталкиваемся с серьезными глобальными вызовами. Таким образом, есть большие ожидания, что страны БРИКС проявят позитивный настрой в отношении глобальных вызовов, а также рассмотрят возможность совместной работы по продлению нынешней глобальной архитектуры, которая настолько устарела, несправедлива и не включает Африку и глобальный юг. Кремль на этом саммите представляет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Владимир Путин оказался единственным лидером из числа стран БРИКС, кто не посетил Южную Африку лично. Он обратился к собравшимся по видеотрансляции, предположительно из Москвы. Я напомню, что ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по уголовному делу о контрабанде украинских детей. ЮАР относится к странам, подписавшим римский статут, а это означает, что в случае, если бы российский президент туда прибыл, его были бы обязаны как минимум задержать. Сейчас к нам присоединяется Андрей Коврижных, профессор экономики Университета штата Аризона. Андрей, здравствуйте, я вас приветствую в нашем эфире. Ну, прежде всего, насколько вероятен полный отказ от доллара США в расчетах между странами-членами БРИКС? Это не очень сложно сделать, можно отказаться от долларов во взаимных расчетах. Ну, можно их и в печке сжечь, конечно, но какой от этого, что называется, толк и впоследствии для экономики этих стран? Ну, тут же доллар сам по себе не нужен для того, чтобы обменяться товарами. Деньги нам нужны для того, чтобы обменяться было легко, чтобы я не искал продавца того, что нужно мне, и не пытался исключить ему то, что нужно этому продавцу, не нужно этому продавцу. И для этого использовался доллар, это было очень удобно. В последнее время доллар становится менее удобным из-за того, что США говорит, что в любых транзакциях, когда участвуют доллары, это наша юрисдикция, мы хотим знать детали, мы хотим знать, что это не связано с преступностью, с отмыванием, и поэтому стало неудобно торговать в долларах. И вот сейчас у России санкции, остальные страны, вот развивающиеся меры, которые не входят в клуб развитых стран, они тоже маленько напряглись, там вот резервы валютные заморозили в России, и все начали думать, а как вообще можно сделать так, чтобы никакой власти не имели над нами вот американцы и европейцы. И именно об этом сейчас разговор. Ну то есть, конечно же, речь все равно не идет о том, чтобы возвращаться там к феодальному строю и строить экономические отношения на обмене товарами, все равно речь идет об общей валюте. О какой конкретно валюте тут может идти речь? Вот есть ли какая-то об этом информация? Да, никаких конкретных еще нету деталей. Есть какие-то поверхностные разговоры. Сначала это были разговоры со стороны России, сейчас вот упомянул бразильский президент об этом же, и это просто стало новостным поводом. Ничего конкретного пока что еще нет. Это слишком разные страны, у них слишком разная экономика. Вот да, об этом и речь. Они все по-разному структурируют, и им очень удобно иметь общую валюту. Какую-то систему расчетов, какой-то инфраструктурный проект, который помогал бы торговать без участия доллара, а им хочется сдать. Но, наверное, это будет не общая валюта. А как могут отреагировать Соединенные Штаты, международные финансовые институты на вот эту новость, если в случае, например, введения этой и принятия этой общей валюты, теоретически? Тут есть два ответа. Один – это что они могут только смотреть и переживать за свой доллар, который теряет власть. А второе – это что Китай и Индия – это большие торговые партнеры США. И для них торговля США гораздо важнее, чем торговля со странами БРИК. И поэтому, если США будет настаивать на том, чтобы Китай и Индия придерживались санкций, они будут придерживаться. И, соответственно, все эти проекты, совместные с Россией, они всегда повреждены этому риску отказа под давлением западных стран. Другая вещь еще – это что есть две большие страны в этом мире – Индия и Китай. И, по сути, эта совместная валюта не сильно будет отличаться от китайской валюты, если Индия на это согласится. И очень много влияния будет иметь Китай на денежную политику России, Бразилии, Южной Африки. Это очень странно. Непонятно, зачем им отказываться от собственной денежной кредитной политики. Это большая часть национального суверенитета экономического. И поэтому вряд ли это произойдет. Ну что ж, спасибо большое. Андрей Коврижных был с нами, профессор экономики университета штата Аризонас. Продолжение следует...